Минуло почти два десятка лет, но его до сих пор помнят и чтят. Александр Алексеевич Анисимов сделал много не только для спорта. Он был основателем компании «Шунгутнефть», участвовал во многих социальных программах, застроил целую улицу для рабочих своего предприятия, участвовал в финансировании строительства Суходольской церкви. Этот список можно продолжать еще долго. К сожалению, 18 лет назад Александра Алексеевича не стало. С тех пор ежегодно в нашем районе проходит турнир его памяти. Говорить о нем можно бесконечно. Человек большой души, огромного сердца, которому было небезразлично, все окружающее вокруг его. Люди его до сих пор помнят, уважают, и поэтому здесь много представить не только Сельский район, но и других районов. В этом году география участников 19-го открытого турнира памяти Александра Анисимова была весьма широкой. В соревнованиях по мини-футболу и волейболу принимали участие коллективы с Кеннер-Черкасского, Кошкинского, Похвестневского районов, а также города Самара. В планах организаторов представительство расширять, ведь следующий турнир, он юбилейный, 20-й. Будем делать какое-то, я думаю, такое уже грандиозное, стараемся сделать событие, юбилейное. Хотелось бы всех вас тоже видеть на этой площадке. Будет больше, я думаю, еще возможно района подсоединяться. На церемонии открытия выступили заместитель главы района Светлана Зеленина и сын Александра Алексеевича Андрей. Они пожелали участникам удачи, после чего команды разошлись по площадкам. На стадионе «Олимп» выясняли отношения мини-футбольные коллективы. Здесь борьба кипела на двух полях одновременно. Своё мастерство демонстрировали как ветераны, так и молодые участники. Всего 8 команд. По итогам напряженных баталий первое место завоевали футболисты из Похвестнево. Второй стала команда «РН-Сервис», третье место за буровыми технологиями. Особое внимание в этот день было волейболу, ведь данный вид спорта в своё время активно в районе развивал как раз Александр Анисимов. Мы в то время под его руководством занимались почти все первые места. Команда «Инвест» была представлена и на сей раз, но не она значилась в числе фаворитов. «Нефтяник» выставил один из сильнейших составов, позвав в свои ряды, в том числе и волейболиста «РН-Охраны» Дениса Павлова. Сегодня выступаю за «Нефтяник», потому что «РН-Охрана» не собралась команда, но не хватило народа. 9 команд сначала провели групповые матчи, затем состоялся финал. В напряженной борьбе, победу в нём и первое место в соревновании отпраздновал «Нефтяник». Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова